это тоже река самара это начал так как-то течет тогда интересно я к сюда ехала просто чего включил камеру заметил паржа поперек речки стояла зачем там вот она там же также и стаи я не знаю видно вам правда из-за солнца или нет поперек поставили как-то даже интересно раком бог с 500 пошла на венгерских номерах коровенок казахстан потащили алексеевка да дорога нет в алексеевке знак можно уже ставить не временная постоянно и и тут никогда не было подъем весь как даже не разгонишься тебя на сильно быстро и не побежит 22 уже жиловато тяжковатенько тяжковатенько на хомяку еще тяжелее чем нам мячку совсем тяжело на первой передаче и час времени в подъем здесь по первому ряду сильно быстро не поедешь тут надо потихонечку даже ночевали здесь стоянка на к пылища пыльная пыльная такая вся вроде с одной стороны и со второй но обычно как с казахстана выходили сюда сюда доезжали выше то и до сюда вообще ничего не было слова совсем где-то перед ночевать дорога на направление постоянно пешеходы туда-сюда бегают кто-то выезжает кто-то заезжает здесь никогда ней она всегда стоит это александров вот это стоянка с левой стороны тут тоже запчасти все но пылища а тут же ветра то частенько чё ж уже степи ветра частенько и всюду такая пыль стоит ира цветы грязюках так за столько времени никто бетонировать ничего и не собрался видите дождь пройдет тут грязи в колено короче так себе но тут без вариантов больше ничего нет здесь тоже стоянка здесь это близнецы горит роскошь галантере и то же самое мы здесь где-то постоянно не помню же правда в какой из этих шаурму покупали что-то так нравилось продукт уже не помню в какой из кафешек раньше был один маршрут даже номеров нет на прицепе давай сотенько на педальку нажимаем ну погнали сегодня нам надо еще раз заправиться два мед забрать ну и как бы все на этом будет программа выполнена обязательно дальше пойдет произвольное а произвольно уже некогда будет дальше ей производить посмотрите как бы калийку собрал бочки эти лимпуровщики что ли Камазики, новые Камазики, они вовсе не уже есть. Это не Камазики, это Увалы. Они не предназначены здесь ездить по трассам. А что ж ты всего с 20-тонника убежал? Ты месяца будешь работать? Нет. Мой детей, жена и я. Ты будешь на 15 тысяч кого кормить будешь? На 15 тысяч. Половина там на руку отсташит. 25 кредит, да? Да, да, да. Вечер такой, субботний вообще, классический, еще летний. Тут погодка держится. 21 градусов. Да, 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 да. Только что ветерок. Жары нету, 21. Небо ясно и ясно. Дома холодно. Дожди. А здесь, а сейчас Георг друг с Армении прислал. Говорит, а у нас, говорит, плюс 43. Прикиньте. А что, блин, это сумасшедший. 43. Даже в Армении это уже много. 43 градусов. Сумасшедший. Ну, вроде как в Сибири нас тоже что-то такие, еще пока не холодные, не дни и ночи такие довольно-таки терпимые. Не знаю, что-то с этой автономкой. Ну, вот, мне почему-то кажется, что мы сейчас потыкаемся, потыкаемся туда-сюда и по итогу. Либо сухую поставим. Ну, шеф сказал, колхозить категорически не хочу машину. Либо купим новую. Какая у нас стояла. Конечно, это земля и небо. Просыпаешься после ночи с нашей автономкой. Или как вот раньше там с феном с этим спишь. С феном просыпаешься. Пашка дурная. Надо постоянно в любой мороз чуть-чуть мордочку оставлять с открытым же. Воздух. Когда весь воздух высасывает. Тяжело. Тяжелый воздух камень. Кстати, конечно, да. Ты просыпаешься свеженький. Просто песня. О! Крыша вылечная. Мечта моя. Неосуществимая. С левой стороны. Два штуки. И вот там, а дальше. Огород. Такая хрень. Кресло, коньяк, историк. И все. Сиди только. Слушай, как эти. Эуроцентры. Дзинь-дзинь. 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 С каждым подъемом. Ха-ха-ха. Но есть. У каждого же должна быть своя мечта. Это одна из моих. А второе я уже озвучил. Я не знаю. Это вообще идея фикс какая-то. Я хочу принять парашют. не знаю почему. Надо же все попробовать в этой жизни. Попробовать перебором. Страх высоты тоже. Конечно, не уверен. На земле говорится потом хорошо, который наверх взлетишь на реку. Дыр-дыр-дыр-дыр. Ха-ха. Не знаю. Смогу сделать этот шаг в бездну или нет. Вот и хочу проверить за себя. Но это не сейчас. Сейчас нам 48 километров на заправке и потом заберем. все. Надо рвать курсю. Там Тимансийские. Там мы поехали пармить в море. Это парни, семья. Скорее всего. Отдохнувшие. Накупавшиеся. Там, куда они приедут, уже туда-сюда, и скоро заморозки начнутся. Недолго. Продолжение следует. 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 Дай Бог, нормально будет все. Просто нефть, шланги короткие, вот приходится зависеть. Коллега децанулся. Может и я бы децанулся, конечно. Ну ладно. Залью там со второго потом. Час двадцать. На Руснефтьевской заправке провел. Финал, джипиес. Мышлен у нас считывается. Че, выходит? Давай, давай, да. Да, отлично, давай, слева. Короче, я тут час двадцать протусил на этой заправке. Подъехал. Все, по человеку, встал. Шланги вроде как длинные, но я так... Я совсем забыл, что здесь высочайшая яма на выезде. Короче, надо ее в черный список заносить. Эту заправку распределить. Ямина такая, тут сейчас прицеп пополам переломается. Во-вторых, ну подъехал. Сколько хрена его знает. Воперек, у нас две карты, ну как. Есть виртуальная карта, есть... Ну такая. Даю такую. Денег нет. Береги. Мне скажу, деньги есть. Да и виртуальная, деньги есть. А что прикол, они... Ну, один счет. Ну ладно. Даю это. Заказываю 400 литров в один бак дополнительный. Заливаю. 327. Окей. Прихожу, говорю, возврат сделайте. Да, все сделаю. Игрую на вторую, на другую колонку. У меня еще 300 заказываю. 283 заливаю. Ну, по итогу получается 610 литров. Даю два чека. Один на 400 литров, что заказано 300. Я говорю, чеки возвратные. У нас что-то случилось с программой. Мы чеки возвратные. Дать не можем. Я говорю, как так вы не можете дать? Как вот повернуть-то? Наверное, коллегам придержал. Ну, так так выдать не можете. Ну, вот так у них что-то с программой. Началось с программой случилось. Мы возврат... Мы уже позвонили на горячую линию. Будем это... Через офис. Я говорю, хорошо. Я чем могу доказать? Ну, я позвонил начальству. Чем могу доказать, что я заправил 610, а не 700. У меня два чека по 700 литров. Вы куда документ дайте? А потом возвращайте эти деньги. Базара нет. Компьютер не выдает. Без света яду, оказывается. Забыл свет включить. В общем, заправился я минут за 30. Даже меньше, наверное. Короче, почти час. Звонили там на горячей линии. И они звонили. Начальство звонило туда-сюда. Что делать? Кам, как? Ну, 90 литров. Четыре с половиной тысячи рублей. Как бы... Вернуться. Как вы думаете? Я думаю, что вернуться. Ну, факт остается факт. Я говорю, чисто гипотетически. То вы забудете подать документы. Ну, такое возможно-возможно. Не, ну как мы? Ну, подождите. Я же не говорю, что вы и так сделаете. Но чисто теоретически вы и так можете взять, забыть, подать на эти 90 литров документов. Главной офис, чтобы потом нам насратьили. Это возможно-возможно. Потому что мы потом чем будем доказывать, что вы залили мне 610, а не 700? Ну, в общем, все закончилось тем, что сделали обращение на горячую линию Роснефти. Ну, и взяли телефон заправки. Взяли с них, честное слово, что денежки они нам вернут. Теперь остается только ждать. Горнет Роснефти или нет. Люди вон в Октябрьском уже, время уже 9 вечера без 20 и по местным. Я до Октябрьского доезжаю и все. Короче, что-то вот, косяк какой-то с этой Роснефти. И когда по Роснефти мы здесь не заправлялись. То есть, когда Роснефть там на Дальнем Востоке тут не использовали. То, то дать нефть, то сначала дупой, дать нефть, ну, короче, сейчас еще-то вот решили пару с нефти бизнес-саниматься. Как-то вот самовыгодно. По итогу, если не забуду, потом расскажу. Сказали, что до конца августа уже вряд ли, потому что что-то 28-е, плюс выходные. А в сентябре деньги вернутся. Вот так вот. Ну вот, поверили? Да ладно, это возврат там, ну, 94 с половиной тысячи. Да, это сумма солидная. А если возврат, ну, литров 300. Бывать же иногда там тонну заказала, а влезла там в 700. Ну, привет. И, оп, возврат не будет, если вот 300 литров. Простите, это уже очень солидная сумма, 48, 38, 30 топлива. Почти 15 тысяч рублей. Вот. Короче. Такой, как получится. Казус. Нет, ну, я-то, ну, ничего не говорю, я-то, ну, как, на 99-9 и пашка девятка, я уверен, что Росневск, конечно, денежки не вернет. Но, сам факт, что вот такой косячок получился. Уже и стемнело, я заезжал, еще светло было. Уже стемнело. Карагольник, знаете, что он кайсюля проехал? То есть это 60 километров. Ну, правда загрузился, зато. Давай, ля-ти, нет? Вария? Похоже. Красавчик. Коллега. 150 литров вина, нормально. Целый багажник. Нет слов. Одни мысли. И те, вы догадываетесь, какие. Время пол первого ночи уже. Еще до Баллов не доехали даже. Часа два, наверное, уже вот тут на двух светофорах на ремонте потерял. Это просто жесть какая-то. Сейчас до первой же стоянки и спать. Это не работа. Пол ночи здесь по этим ремонтам толкаться. Что-то невообразимое. Уже все давно спать должны, а тут такая хрень творится. Обалдеть. На этом ремонте, блядь, один экскаватор, блядь, только работает на протяжении. Вот она, два, наверное, ремонта затянется. О-о-о. Да. Что, проехали, неужели мы его? Ну, да. Посмотрим, сколько с этой стороны колеек. Это на Самару вообще очередь небольшая. У нас так это что-то жесть какая-то на Уфу. Сейчас, наверное, перед Бавлицким кольцом там ривьеры. Ночью на дворе, правильно, пол первого. Заезжаю, становлюсь и хватит. Даже до Октябрьского не доехал. Понятно, что никакой мед я еще посреди ночи забирать не буду. Никто бы его не подвезет на дорогу. Сам факт. Да, до Уфы хотел доехать. А-а-а. О, работа валит. Что, завтра же тебя попрет? Только куда, неизвестно. Ну что, у меня есть места на этой ривьере, или как она называется правильно? Надо остановиться. Это не работа по ночам тут. Там еще впереди пробка, сказали, есть. Ничего там дальше ловить. Может, пока места нет уже. Посмотрим. Что за машину выходит? Там места нет? Может, и нету. Сейчас посмотрим. Что, ну, оно было немножко не так заезжать, что-то я как-то... Кругами езжу. Ну, желтого выворачиваю тебя, заезжаю обратно. На следующем повороте. Поехали два метра. Вот я доезжаю. И вот за мной кто-то шел, там, вроде, в машине нет места. Нормально. Значит, нам не хватит. Не хватит, поедем дальше. Да, сейчас еще и стоянку найди, где припарковаться. Тоже проблема. Продолжение следует... Есть еще места? Да, есть. Знаешь, что поездка, поездка я, поездка, 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 поездка. И только лестница, поездка дошла к Мауну, поездка, ладно? Угу. Вот застаньте, я еще вторую поставлю, чтобы там место для выезда осталось. Угу. 150. Да, дорожную. Я так и не понял, куда нам ехать. Ну что-то по кругу, куда-то туда, куда-туда, чего сейчас разберёмся. Скорее спать ложиться. Так долго проверяйте. Да, дурной день сегодня получился. Такой. По итогу сегодня 430 километров, чтобы проехали. 430 только пойду. Куда он мне сказал, куда-то до конца, да какая-то пожарная лестница шла. Куда там ехать, я что-то так и не понял. Какая-то лестница пожарная куда-то. Здесь вот нужно было поставить проезд на гулу. Готовьтесь к крутому правому повороту через 800 метров. А, ворота типа к автосервису, наверное, или что? Вот там он тут сказал мне ехать. А, я понял, наверное, вот сюда вот, да? Он, наверное, вон идёт. Сейчас он нам подскажет. Мне кажется, сюда, другое тут место не вижу. Бежит хозяин. Так-то нормально, что раз потом по прямой пошли на выезд. Приезжаться туда, сказал. Ну, можно сказать, мы в самой вскочили. Нурик. А, что тут мест нету или поищем дальше стоянку где-то? Здесь оставаться хочешь? Не знаю, она должна не как спросить, но там почти не записано. А, я дальше не помню, где там стоятки есть. Значит, далеко-недалеко. Всё, итак, мы по прямой и поедем. Что, пойти у него узнать, есть места, нет? Нет места, парни. Да, получается, ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!